поехала так на что друзья мы наладили телефон вот мы тут сейчас с олегом встретились немножко обсуждаем тему телепатии вот что ты думаешь про телепатии что другая она есть одна есть и она сейчас да сейчас такие и энергии и такие влияния на нашу планету на людей что это будет проявляться все больше и больше и больше я все много не только телепатии многие другие вещи будут проявляться в человеке просыпаться да 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 потому что это другие энергии уже а что касается вот то что вы сейчас говорили воображение что вот я была у был у нас вот такая тема сейчас по поводу кто умеет мысленно представлять какой-нибудь сюжет например да вот у меня очень хорошо вот это развито хотя я не могу сказать что у меня это было развито когда-то например знаешь как я это поняла я вот читаю книгу и я нахожусь в сюжете я главный герой вот этой книги вот и вы знаете вот еще подожди пока не перебивай только не забудь что хотел сказать когда я начала читать книгу анастасия золотые кедры да вот то я как будто была в шкуре вот этого человека который приехал в тайгу познакомился с анастасией и три дня шел в тайгу спал в берлоге с медведем и я прям чувствовала физически что я это он и на меня настолько это потрясло и вся энергия которая в книге передана настолько меня зацепило что читая два две книги первый второй том я рыдала на протяжении вот всего рассказа а так как у меня очень мало времени почитать во время когда я работаю я работаю то есть я читала когда я летала на самолетах вот четыре часа я лечу сижу читаю риву соседка сидит grid it's ok you ok я говорю я я я я я я я все в порядке говорю сюжет очень интересный поэтому я плачу так вот вернемся к к вопросе о представлении вот как ты как ты видишь например как ты представляешь да нет само представление одно оно и есть представление но что происходит с человеком сейчас последнее время вот ты сейчас правильно сказала и я отметил это когда я читала вот это как раз вот это самое основное чтение развивает представление сегодняшние люди мало читают все они смотрят в интернете они больше слушают когда ты слышишь воображение не работает а когда ты читаешь книгу и когда ты углубленно читая вот ты ты информацию прочит прочитываю мою в книге обжигаешь своей мыслью и ты в это время становишься участником сюжета мало того что у тебя развивается представление и воображение ты меняешь еще время вокруг тебя потому что вот представьте все практически нужно кто читает и кто едет на лифте все ощущали такое когда душа в пятки уходит все мы знаем это состояние или лифт начинаем молить или на самолете там падает яма а что это такое вот душа пятки уходит вот и мы говорим да вот мы каждый принимает это ощущение понимает это а вот объяснить что это такое не может а это извини изменения волны плотности времени что получается вот когда например вы читаете книгу вы вчитываетесь и начинаете жить тем сюжетом и воображением которые в книге и вот в изучите вокруг вас образуется поле за этим полем другая реальность и вот представьте вы читаете сидите вы вчитываетесь и вдруг звонок по телефону или кто-то вас откликнул его того ух вы возвращаетесь в реальность и вот у вас по вот такая ух также как и в лифте провал такой в лифте та же самая система вы вы входите в лифт при одной системе координат не то что координат временное добытью а когда лифт начинает резко там изменять делать свои движения вы переходите в другое состояние и вот под позвоночнику пробегает вот эта энергия это изменение времени вот это есть маленькая часть того что мы можем перемещаться во времени и есть и есть техника это когда это называется кумбха когда вокруг позвоночника закручивается энергетическое веретено дальше ты сам заключаешь себя в определенный энергетический куб и там еще есть и ты в принципе можешь перемещаться и в пространстве и во времени даже человеку ничего не надо никаких машин там вообще ничего человек может все сам вот это есть а сейчас какая задача чтоб человек не знал не читал не воображение чтобы у него ничего этого не было и потом смотрите еще все вот вот эти состояния у у йога у йога вот существуют 3 до жаби детективы 33 составляющих формы медитации это тантра мантра и тантра тантра это звук ритм мантра это звук пение пение а янтро состояние воображение вот это когда три в одном воображение фу и тогда открываются до выжить звук и воображение да вот это это совмещается три в одном и тогда ну как а вот смотри а как помочь людям научиться собственная тренировка только собственную тренировку можно рассказать но я не знаю но вот всякие и вообразить и не знают что у вас тут на столе бегает котенок например ну вот вообразить его настолько четко и ясно чтобы каждый вкус каждую волосинку каждое его движение глаза вы представляете а на чекает а у меня не получал я не по так и не получится если не дешевле сделать конечно но я тоже думаю что это все с практикой связано а потом например вот вы берете лимон в руку да вот хотите сделать себе чаек порезать лимончик что у вас происходит у вас слюна и железа начинает вырабатывать слюну почему потому что ваш мозг уже вообразил о том что вы сейчас будете пить чай он будет с лимончиком он будет вкусный то есть это говорит о том что любой человек может вообразить просто нужно найти как бы нос свой вот свое составляющее как как это сделать я бы сейчас под у меня через книги но я люблю могу любое воображать я например мои родители живут в канаде я знаешь я представляю их дом и иду по комнатам иду-иду-иду захожу к папе в комнату с мамой захожу к сестре к племянникам моим я как бы иногда я даже могу видеть в какой одежде они одеты а поначалу я им звоню игру вам ты в этой ночной рубашке спала она грида как ты знаешь я бы вот соединилась то есть это какое-то соединение свыше происходит и есть еще другое вот другая форма вот такого же воображения такого же даже это больше видели это так называемый глаз патимы это китура глаза в левой ладони а почему именно влево вот как в левой долгой вы же многом вот в общем то даже есть такая висячка вода да и вот так вот она висит вот это глаз патимы его можно развить именно в руке и в руке это это считаете 5 глаз до 2 анахата 4 3 4 и 5 5 глаз он может видеть и в пространстве во времени он может видеть прошлое будущее и его можно перейти перемещать посредством воображение опять же и так в любой то есть вот еще сказала к родителям пошла вот ты можешь сидеть и послать свой глаз к ним и ты будешь реально видеть то что происходит в данный момент техника открытия она ничего просто так не делается техника это я не знаю это у каждого человека путь свой но техника есть когда вы на левой ладони рисуется кинта глаз дальше ставится напротив трикуте и начинаешь гонять энергию между ладонью и трикуте на вдохе вдохе ты из из трикуте в ладонь и вот это ты гоняешь туда-сюда туда-сюда энергию и у тебя начинает проявляться сначала как запотевшая потом маленькая . и потом все расходится сколько уйдет лет на это я не знаю у каждого свое все зависит от того насколько человек засорен насколько его вера и ну это личностные качества а ты помнишь ты мне рассказывал историю когда у тебя какая-то была опухоль во рту под языком я была киста слюнной железы и опухоль появилась я пошел к врачу и мне врач сказал ну будем резать я тогда был продвинутый так я говорю ладно резать посмотрим ну и короче говоря через медитацию опять же через через сердца ну и здесь техники разве это не имеет значения огненный шар солнца запускает через себя позвоночник и направляющего воображение в то место которое болит и все и делаешь и пусть она там жарит своими лучами эту кисту жарит 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 точно так же и рак лечится так же самая технология вот если кость сломалась если кость сломалась если ты и не поставишь не совместишь силой мысли ты не вернешь но если ты ее соединил то с силой мысли ты ускоришь ее то заживление вот что делаешь да таким образом ну что я тебе знаю что скажу когда я работаю я например про себя говорю вот пришел ко мне пациент на прием я про себя говорю я желаю чтобы у этого пациента было быстрое восстановление чтобы все силы которые могут мобилизироваться мобилизировались ему помогли в излечении вот и иногда я забываю так сказать но когда я говорю я уже отследила что человек быстрее восстанавливается у него быстрее заживает у меня были пациентов переломы коленных чашек вот я это никогда не забуду это было пять шесть семь лет назад где-то я еще работала в боксерском клубе у меня был небольшой реабилитационный центр там и ко мне приходили разные поломанные пахах побитые вот и не пришел один парень у которого было разбито он занимался май тай вот когда там бокс и да и у него раскололась коленная чашка пусть ну он там ходил в гипсе какое-то время потом пришел ко мне через две недели и вот я ему как бы вот такими вот силой мысли плюс еще и делала манипуляции мы там снимали этот плангет и делали банки и пиявки ставили и силой мысли я ему как бы представляла эту чашку коленную что она уже вместе сросшаяся и довольно таки быстро он вернулся обратно в спорт хотя его лечащий врач грил ты это подожди подожди там он в лондоне сам проживал ездил туда потом приехал обратно в марбелли в испанию где он потом у меня проходил реабилитацию но это очень интересный случай но он это был не один много случаев таких я просто знаешь как я говорю что вот так орган пожалуйста давай разворачивайся ставь на место восстанавливайся восстанавливай свою структуру очищайся омолаживайся и вот видно у меня есть какая-то сила в словах понимаешь которая дает вот это вот человеку вот это вот очищение вот послушайте принципе вот мы утром встаем да и не только утром а идем идем моем руки лицо там зубы чистим там и так далее да человек ну человек бесконечный лентяй я кстати точно такой же я я великий магистр лентяй короче говоря вот смотрите вы вы можете также утром вместе с зубами там лицом и руками помыть сердце почки печени пройтись по всему тракту желудка взять для щетку идешь по желудку со стенок вот так вот чистишь теперь да это время это и и главное это дисциплина легко говорить я это вот это говорю а сам то я этого не делают так что я лентяй а я но это все работает а я каждое утро говорю с каждым днем я молодею красивее здоровее совершенно верно говорю каждое утро а еще друзья я вам скажу так когда вы ложитесь спать поблагодарите вселенную за тот день который вам дам всегда никогда не знаешь когда он будет последним и что есть что-то и хорошо вот и за этот спасибо да правда с улыбкой лежите хочешь вас нашего ничего здесь нету выгула все что нам дается спасибо за это мы сейчас все что имеем мы это арендуем мы арендуем реально вот сейчас бог там подарил спасибо за то что мне удобно мне хорошо на ней мне я могу быстро добраться без стресса что мне там старой машине что-то сломается на там отвалится вот все я за это очень благодарна и так во всем мы должны благодарить потому что это как-то вот оттуда все к нам приходит в определенное время наступает такое время что вы должны что-то или получить или отдать и когда мы отдаем мы тоже благодарим вообще когда вот человек есть отдают а есть берет вот энергетический когда человек отдает до бескорыстно состояние радости внутри совершенно другое нежели когда он берет и от представьте все друг другу отдают неважно там знакомые рот и неважно все равно все друг друга дают но ты же тогда получаешь ты отдаешь от себя вот столько от всех остальных получаешь миллион раз больше чем и каждый так вот это есть система так же как и отношения добра и зла да вот допустим тебе делают зло да ты отдаешь добро зло нейтрализуется а если тебе сделали зло и ты отвечаешь зло зло увеличивается в два раза чистая математика я вот помню недавно случай был когда мы ехали в германии на машине и заехали заехали на бензоколонку и так получилось что мы заливали машину и я залила на 50 евро а вот соседний человек залил на 100 и этот парень который принимал деньги на кассию на бензоколонке он перепутал и взял с меня 100 евро а я получаю чек как бы не смотрю а тут я чудо рассмотрю думаешь помнишь и на 50 залила я гривая а вы мне наверно не то посчитали потому что у меня на 50 евро залив дизель был а он гайда ой ну подождите сейчас мы дождемся человека который на 100 залил и этот человек который зашел он настолько обозлился что этот парень бедный несчастный ошибся ну мы же все люди ну конечно и ягра вы знаете я говорю вы не злитесь пускай будет от меня вам подарок 50 евро ничего страшного я не обидею ничего роста не обрали не он достал эти деньги потом отдал но он так обозлился что этот бедный парень ошибся ну то есть вы понимаете есть человеческие вещи которые мы к сожалению делаем я снимаю свои видео тоже ошибаюсь неправильное окончание иногда говорю тоже я говорю на четырех языках я могу запутываться я могу что-то не знать это простительно но мы всю жизнь мы же учимся учимся перри наступаем на грабли получаем по лбу идем дальше вот поэтому никогда в таких ситуациях это надо всегда принимать и понимать что мы не роботы вот и все и человеческий фактор он всегда существует вот ребятки хотели поговорить на интересную тему ну как то так все у меня на моей страничке первое такое видео на эту тему да вот если хотите пишите отзывы или свои мысли под этим видео вот подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик друзья я что еще хочу сказать про про стимулируйте меня тоже да под только поскольку я лентяй то мой канал у олега есть канал развиваться я скажу развивается да если бы вы задавали вопросы чем-то вот я бы конечно с радостью старался бы отвечать развил бы какие-то новые темы и так далее да все что угодно от религии до сегодняшней ситуации в мире оккультные вещи я не знаю что вам будет интересно канал мой называется алекс тур . алекс тур это латинскими буквами а дальше после точки хочу все знать русскими русскими буквами там 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 вот с оксаной один ролик и еще там три ролика или четыре ролика бы и я уж не помню ну буду рад вас видеть на моем канале тоже и вот если вы мне пинков подгадите как следует как я вам даю я тогда буду 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 себя проявлять получше спасибо спасибо всех благ здоровья вам радости не удавайте все двери будет хорошо